Я являюсь предпринимателем и занимаюсь новой почтой в городе Словотичи. Открыло три отделения, одно из которых находится в здании суда. Произошел у нас такой инцидент. Это случилось 30 июля. Нам сообщили, что снимают вывеску девочки наши, сотрудницы. Мы подъехали, вывеску снимают неизвестные люди по приказу суда. Я обратилась по этому поводу в полицию, написала заявление. Надеюсь, что от полиции будут какие-то адекватные действия по этому вопросу. Расскажу немножко тогда предысторию. В 2018 году я арендовала это помещение, которое долго пустовало, никого не интересовало, под отделение новой почты. Сделала здесь ремонт, оборудовала все для работы. Здесь есть организовано пять рабочих мест, у меня оформленные люди. Плачу налоги, аренду, коммунальные услуги, все своевременное. И без задолженности. В прошлом году здание было передано в государственную собственность. На баланс судебной администрации. Примерно месяц назад в мою сторону начался террор с требованием освободить помещение. Мне стали приходить письма, поступать телефонные звонки, из которых следует, что судебная власть плевать хотела на законы Украины. Так как согласно Гражданского кодекса Украины и закону Украины об аренде, смена собственника здания на меня никак не влияет, то мой договор продолжает действовать на законных основаниях до 2028 года. Последний инцидент я уже рассказала, когда он произошел по снятию вывески. Ранее у нас тоже были вопиющие случаи, когда перед носом у клиентов новой почты председатель суда демонстративно закрывала двери на ключ, входные двери, и кричала на сотрудников наших, вообще вела себя неадекватно. Но это повторяется периодически, в принципе, при каких-то здесь встречах на крыльце или столкновениях. Я считаю, что такое поведение просто непозволительно для работника государственной службы. Я буду отстаивать свои права, потому что я считаю, что мое здесь нахождение законное, и то, что происходит, это противозаконие и произвол. Что ждать отсюда дальше, я вообще не представляю в связи с таким и поведением, и действиями. И я вынуждена сейчас буду обращаться во все инстанции, чтобы защитить себя и своих сотрудников от этого произвола. Какое общее отделение нужно в Невском, чтобы оно было? Конечно нужно. Чем больше отделений, тем лучше. Я считаю, что я живу в этом доме и в этом квартале, конечно, тут удобнее. И людям все-то, с этого угла города, народа очень много всегда здесь, в этом отделении. Да, очень удобно. Я живу тут буквально через дорогу. То есть, если раньше мне надо было идти на первое отделение, к полиции, то сейчас мне надо просто выйти. Буквально пару метров я тут. Да, у меня мать предприниматель, поэтому приходится, ну, чуть ли не каждый день бегать по 3-4 эти заказа. Да, ну и на такси отсюда уже к матери напрямую еду. Для этого даже машину продал, потому что уже не нужно. Все удобно привозят сюда. Здесь удобное местоположение для клиентов новой почты. Пока мыслей по другим помещениям никаких нет на сегодняшний день. Цель головы суду нашего такова, чтобы здесь остаться в помещении только суд. Но если вы посмотрите на помещения в нашем городе, которые вообще принадлежат государству, в каком они находятся состоянии, то очень плачевно. Это и поликлиника наша известная, и даже самая полиция, это здание государственной собственности, принадлежащее налоговое. Там абсолютно убогое состояние, и никто ничем там не занимается. Еще хотелось сказать, что я точно знаю, что у нашего суда всегда были задолженности по коммунальным услугам. Они вообще не платили за тепло здесь, в этом здании вообще. Из-за этого нам не хотели запускать здесь отопление в прошлом, позапрошлом годах. У нас диалог происходит в виде писем и звонков о том, что я должна просто выехать на каком основании, непонятно. Просто взять и выехать из помещения. Когда передавалось это здание в государственную собственность, были приложены документы о том, что здесь есть арендатор, у которого договор аренды до 28-го года. То есть об этом судебная администрация была в курсе, когда они брали это здание. То есть если они хотели здесь остаться одни, то надо было учитывать этот вопрос и момент. Также есть другие варианты. Пожалуйста, можно переехать в здание налоговой. Там есть и пандус уже готовый, и отдельное здание стоящее. В налоговой там уже вообще практически не осталось сотрудников. Их можно переселить куда угодно. Это помещение оставят клиенты, пользуются активно. Плюс здесь вообще неплохое помещение, оно бы в принципе городу никак бы не помешало. Также я платила и аренду в город за это помещение. То есть здесь можно и другие помещения свободные сдать в аренду. Я думаю, они будут пользоваться спросом. Насчет вывески не знаю, что это будет дальше. Я хочу повесить, конечно же, ее обратно, потому что у нас есть стандарты, по которым мы работаем, Новопочтой. И вывеска обязательно должна быть. Тем более у нас есть на нее разрешение, которое мы получили в исполкоме. Она здесь висит официально, здесь есть фото, как она должна была висеть. Мы можем съехать только на основании решения суда, которого нет. Но мы будем бороться за это помещение, потому что мы имеем право здесь быть. Продолжение следует...